здравствуйте уважаемые любители рок-музыки те кто подписан на мой канал уже знают что я по велению своей души решил заняться рок-музыкой в 57 лет занимался уже всем чем только можно но тем что мне действительно нравится появилась возможность заняться только сейчас понимаю что я выгляжу как дремучий неандерталец вылезший из своей пещеры со своим хард-роком и суждениями о современной рок-музыке о чем мне уже не применули упомянуть в комментариях но я не в обиде так как отчетливо понимаю что 30 лет занимался совершенно другими делами и отстал от жизни но неужели вам мои уважаемые подписчики не интересен взгляд неандертальца на современное положение вещей мне к примеру было бы очень интересно узнать мнение человека из семидесятых о современном роке рэпе и попсе в сегодняшней ситуации с сотнями заштампованных блогеров и музыкальных критиков этот взгляд мне кажется должен выглядеть достаточно свежо ну а так как я привык подходить к каждому делу серьезно то в начале после выползания из пещеры я решил уточнить жива ли рок-музыка вообще что понимают под рок-музыкой современной теоретики как она правильно играется и поется затем я захотел узнать как сейчас рок-музыка продвигается в народной массы поэтому познакомился социальными сетями и ютубом а вот теперь хочу выяснить а возможно ли сегодня при помощи рок-музыки зарабатывать приличные деньги не занимаясь больше ничем кроме нее или уже все кирдык и рок-н-ролл уже мертв многие музыкальные журналисты блогеры и критики уверенно толдычат об отсталости и архаичность рок-музыки и и без перспективности и невостребованности музыкальным рынком а некоторые с прискорбием несут цветы на ее могилку а я подумал ну не может рок-музыка умереть разве еще живы миллионы ее поклонников в нашей стране она должна быть интересно и востребована хоть какой-то частью общества хотя бы из ностальгических побуждений поэтому я решил проверить как дело обстоит на самом деле с этой целью я решил проанализировать различные открытые источники информации говорящие или пишущие о рок-музыке также о том приглашают ли еще рок-музыкантов на разные платные мероприятия концерты и корпоративы а если приглашают то кого и какая именно рок-музыка востребовано у публики и сколько за это готовы платить свой анализ я решил построить на изучении открытых предложений или афферта если выражаться деловым языком такие афферты от различных музыкальных коллективов спокойно можно найти их открыто афишируют различные концертные агентства это конечно не прямое коммерческое предложение от какой-нибудь рок-группы но мы с вами понимаем что ставки указанные там взяты не с потолка а предоставлены этим концертным агентством самими музыкантами ищущими любые пути для продажи своей музыкальной продукции и ставки эти я думаю достаточно объективно показывают кто и сколько стоит на этом рынке так как музыканты вынуждены объявлять именно ту цену за которую их музыку реально готовы покупать сама жизнь уже заставила их сложить себе адекватную цену так как рынок и конкуренция очень быстро отрезвляют даже самые горячие головы чтобы сделать свой анализ более объективным я взял информацию с сайтов трех концертных агентств которые открыто позиционируют различных исполнителей и их ставки проконцерт.ру 1-2-3-шоу.ру и концертстарт.ру я специально взял информацию из трех различных источников чтобы вывести среднюю ставку для исключения неточностей или каких-нибудь случайно попадающихся ошибочных цифр надеюсь, что этот анализ будет интересен и вам но мне, как начинающему музыканту он нужен еще и для того, чтобы подтвердить или наоборот опровергнуть свою собственную теорию о рок-музыке и движении вверх моя теория гласит следующее рок-музыка жива и востребована и при неукоснительном выполнении всего лишь навсего шести не совсем сложных условий любой рокер, вне зависимости от внешности, пола, роста и цвета волос автоматически становится звездой и начинает зарабатывать очень приличные деньги первое условие моей теории необходимо выработать свой собственный, ни на кого не похожий, оригинальный стиль это условие совсем не сложное потому что особо ничего делать не надо а всего лишь навсего думать, выдвигать новые идеи и экспериментировать второе условие надо быть стильным в квадрате то есть создав собственный индивидуальный стиль нельзя вываливаться за рамки более общего стиля под названием рок-музыка это условие также не сложное так как для этого опять-таки ничего особо делать не надо а всего лишь навсего слушать, читать, изучать и соответственно различать музыкальные стили и жанры условие третье еще проще предыдущих нельзя забывать, что производство музыки ничем не отличается от любого другого производства товаров и услуг и поэтому надо беспрерывно сочинять новые песни а если ты профессионал, то для тебя это самое простое и приятное занятие то есть надо постоянно создавать новую музыкальную продукцию а не торговать на рынке залежалым товаром люди не хотят есть рыбу не первой свежести на мой взгляд это также очень несложное условие так как для его выполнения надо только поменьше спать, бухать и трындеть с друзьями-товарищами четвертое условие вообще проще не бывает в своих песнях надо обращаться к людям простым современным городским русским языком без сельских архаизмов и вшиво-интеллигентской зауми и желательно, чтобы эта речь была поэтичной а для этого вообще делать ничего не надо просто петь песни своим привычным языком которым ты общаешься со своими друзьями но чтобы это звучало поэтично надо просто посмотреть как обычную речь делают поэтической разные нобелевские лауреаты в области литературы в интернете все есть, бери и читай проще не бывает условие пятое тоже очень простое так как здесь даже и думать не надо а просто постоянно перенимать и внедрять все лучшее что уже придумали другие и что появляется на музыкальном рынке участником которого ты и являешься не только в музыке, но и в клипах иначе твоя продукция становится технологически отсталой и невостребованной потому что люди очень любят технологические новинки не просто ж так, они с таким нетерпением ждут появления очередного айфона и последнее, самое простое, шестое условие нельзя забывать, что ты артист, клоун, развлекатель толпы а не пророк или философ поэтому твоя музыка должна иметь потребительскую ценность а не вызывать скуку и зевоту люди обычно приобретают то, что может пригодиться в хозяйстве если, конечно, они не шизофреники поэтому надо делать такую музыкальную продукцию чтобы под нее можно было петь, танцевать и веселиться или хотя бы влюбляться и страдать но только не скучать, такую музыку не покупают вот такая у меня простая незатейливая теория пещерного человека из 70-х годов и мне очень хочется проверить ее на истинность я почему-то интуитивно уверен в ее правильности и надеюсь, что это именно так а анализ должен это подтвердить или опровергнуть если кто-то из рокеров выполняет эти нехитрые условия и ему за это хорошо платят значит, моя теория верна если же анализ покажет, что люди готовы отдавать деньги только за убогое, модное мычание ПТУшное философствование и примитивный степ под дешевые гитарные звуки тогда моя теория несостоятельна значит, я действительно отстал от жизни заблуждаюсь и двигаюсь из пещеры не в том направлении, в неправильном да еще и других призываю играть качественную, стильную рок-музыку и сочинять осмысленные тексты тогда я извинюсь перед музыкантами, которые играют говно-рок скажу им, что я заблуждался и больше всяких умных слов говорить не буду но сам, в любом случае, как играл так и буду играть приличную музыку с достойным звуком, аранжировками и текстами неинтересно мне сочинять говно-рок и даже если мне за это не будут платить раз такая музыка не пользуется спросом значит, буду писать стол как это делали советские диссиденты только стол этот сейчас называется Ютубом один мой знакомый, достаточно богатый человек продал свой бизнес вложил все в ценные бумаги и другие активы и стал преподавать в Московском институте культуры когда я узнал, что ему платят там за это какие-то смешные копейки то спросил его, зачем он это делает на что он с юмором не ответил это мой безвозмездный вклад в русскую культуру вот и я, готов бескорыстно служить русской рок-музыке извините за лирическое отступление перехожу к сухим цифрам и рок-исполнителям сразу же повторюсь цифры с трех сайтов среднеарифметические округленные и приведенные к рублям так как наши музыканты то в евро себя оценивают то в долларах, то в национальной валюте в зависимости от того, патриотом какой страны считает себя каждый музыкант как видите, с большим отрывом идут два лидера группировка Ленинград и Земфира 9,5 и 7 миллионов рублей за выступление затем на приличном отдалении но все равно на очень высоких позициях идут Сплин, Чаев и Би-2 4 миллиона 300 тысяч рублей 3,6 и 3 миллиона 100 тысяч рублей далее также достойно оценивают себя группы Звери, Машина Времени и Мумий Тролль 2 миллиона 700 тысяч рублей 2,5 и 1 миллион 900 ненамного позади идут Николай Носков, группа Юпитер и ночные снайперы по 1 миллиону 700 тысяч рублей Аквариум и Маргулис с Романовым застолбились на цифры в полтора миллиона рублей большая группа товарищей вращается вокруг цифры в 1 миллион рублей здесь мы видим Айову, Браво, Бутусова, Ронда, Кипелова, Сюткина, Кузьмина, Маршала Моральный кодекс, Несчастный случай, Уму Турман, Чижа и Компанию также немало музыкантов оценивают свое творчество в районе 800 тысяч рублей за концерт Серга, ДДТ, Кормухина, Леонидов, Воскресенье, Никольский, Ногу Свело, Чили, Токио, Мельница около 600 тысяч рублей крутятся Ария, Вабанг, Жуки, Парк Горького, Танцы Минус в полмиллиона рублей оценивают себя Альянс, Вельвет, Високосный Год, Город 312 Крематорий, Кукрыниксы, Нервы, Наив, Пикник, Смысловые Галлюцинации 400 тысячники, Дюна, Джанго, Чичерина, Король и Шут, Пилот, Секрет, Коррозия Металла Петр Мамонов В районе 300 тысяч рублей стоит выступление аукциона, лепреконцев, цветов, зенчука, корней, мультфильмов, Найка Борзова, Васи Обломова и даже Калиного моста если это не ошибка в данных агентств Цифру 200 тысяч преодолевают Омега, Аракс, Ариэль, Беспризорники, Эпидемия, Центр, Текила Джаз, Тайм Аут Петр Подгородецкий, Ундервуд, Рок Острова, Сегодня ночью, Манго-манго, Лоза, Круиз, Кирпичи, Конец фильма, Дельфин, Васильевский спуск, Бекхан и не могу поверить мураками, которые на мой взгляд стоят дороже может быть это ошибка не дотягивают до цифры 200 тысяч приключения электроников Маша и Медведи, братья Гримм, Сембэ, Валерий Гайна, Тараканы, Запрещенные Барабанщики, Бригадный Подряд, Элизиум, Стигмата, Паскаль Завершают список совсем скромные по 100 тысяч Горячие головы, Дети Пикассо, Гран Кураж и последними к финишу идет группа Бобры с результатом в 90 тысяч рублей Разница между лидерами таблицы группировкой Ленинград с 9 миллионами рублей и аутсайдерами неизвестной мне рок-группой Бобры с 9 десятками тысяч рублей составляет два порядка то есть в 100 раз но все равно не кайлом махать для сравнения я проведу данные по стоимости выступления звезд нашей эстрады и продвинутых рэперов округленно оперная дива Анна Нетребко 100 тысяч евро или 7 миллионов рублей Григорий Лепс 6 миллионов Светлана Лобода 5700 Филипп Киркоров 5300 Баста 4100 Елена Ваенга 4 миллиона Николай Басков и Стас Михайлов по 3500 Ани Лорак 3200 Егор Крит 3 миллиона Валерия 2900 Вера Брежнева 2700 Полина Гагарина 2500 Мот и Сергей Лазарев по 2300 Кристина Арбакайте 2200 Ольга Бузова 2100 Как видите, до группировки Ленинград не дотягивает никто из эстрадников и рэперов, даже оперная дива Анна Нетребко, но в общей массе они все-таки значительно опережают рокеров. Чтобы не утомлять вас длинными блогами, на сегодня все. Этот выпуск у меня был подготовительный, с обозначением постулата в моей теории и демонстрацией фактажа, а сам анализ я начну проводить завтра. И только в конце анализа я спою свою традиционную песню. Поэтому прощаюсь с вами до завтра. Подписывайтесь на наш канал, чтобы точно знать, жив ли еще рок-н-ролл и насколько жив в рублях. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok